МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. Шахтеры Казахмыса одержали победу. Им пообещали повысить зарплату на 100 тысяч тенге, расформировать мобильные группы и многое другое. Десятый юбилейный конкурс за Мандас провели в Караганде. Во Дворце культуры нового Майкудука наградили лучших жителей шахтерской столицы. За штангой сотрудники правоохранительных органов. В спортивном комплексе Янгбек прошел первый открытый чемпионат области по пауэрлифтингу и народному жиму лёжа. Шахтеры Казахмыса одержали победу. Во всяком случае, руководство компании обещало всем повысить зарплату на 100 тысяч тенге, расформировать так называемые мобильные группы и многое другое. 29 ноября на шахтах корпорации в городе Хсатпаев началась забастовка, которая продолжилась и 30 ноября. 250 горняков шахты номер 65 Южно-Жизгазганского рудника отказалось подниматься на гора, а их коллеги устроили собрание шахт. Одним из главных требований бастующих было повышение зарплаты на 70%, а также расширение ряда социальных льгот. К решению трудового конфликта подключились областные власти. Днем 30 ноября стороны сели за стол переговоров и уже вечером было объявлено – трудовой конфликт разрешен. В связи с сегодняшней ситуацией мы встретились с руководством корпорации. Нашу проблему решили – это нас устраивает. Работа идет полным ходом. Мы встречались и внизу, и на поверхности шахты. Пришли к обоюдному решению – все в порядке. Среди главных побед шахтеров обещание повысить заработную плату всем работникам на 100 тысяч тенге, а до 15 декабря – выплатить 13-ю зарплату. По поводу пенсии руководители компании пояснили – этот вопрос необходимо ставить правительству. Также начальники обещали, что один раз в год шахтерам оплатят путевку в курортно-оздоровительные санатории. Кроме того, было обещано расформировать мобильные группы. Теперь, как и раньше, шахтеров будут проверять инспекторы по технике безопасности. Также обещали создать условия для студентов колледжей с последующим трудоустройством. Было проведено обсуждение с интимной группой рабочих. В состав которой вошли 21 работник. В результате детально рассмотрен каждый поднятый работниками вопрос. По всем пунктам мы достигли оптимального решения. Все решения обговорены с рабочими. Вопрос исчерпан. Акимат Карагандинской области намерен взять под контроль исполнения всех соглашений. И все же часть шахтеров с этими условиями не согласились. А часть сомневается, что руководство Казахмыса выполнит свои обещания. Тем не менее, уже поздно вечером все предприятия корпорации Казахмыс начали функционировать в штатном режиме. Миром Гульсал Кимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В день первого президента чествовали самых успешных карагандинцев. В этом году традиционный конкурс за Мандас отметил десятую годовщину. Во Дворце культуры Нового Майкудока собрались предприниматели, депутаты, журналисты и работники искусства. Лучших жителей индустриальной столицы наградили дипломами, подарками и заветной статуэткой. С 2010 года в рамках фестиваля «Мы, карагандинцы» на традиционной основе проводится конкурс за вклад в развитие города за Мандас. Данный конкурс – это праздник труда и значимых достижений, благодаря которому город узнает своих героев. В юбилейный год организаторы решили наградить партнеров конкурса, которые на протяжении 10 лет вложили немалый вклад в проведение торжественной церемонии. Победители 2017 года награждали победители прошлых лет. Для меня, допустим, этот конкурс очень важен, потому что за 10 лет очень много изменений. И я считаю, что это конкурс общественного признания. Эта общественность поддерживает и признает тех людей, которые внесли большой вклад в развитие становления нашего города Караганды. И считаю, что для мотивации, для поддержки поощрения известных авторитетных личностей – это очень важный конкурс. И я считаю, что его нужно продолжать. И сегодня за 10 лет подводятся итоги. Стоит отметить, что автором данного проекта является Ассоциация предпринимателей Карагандинской области. Значительную поддержку проекту оказывает Акимат Караганды. Организаторы уверены – признание заслуг является важным стимулом в работе любого человека. Поэтому конкурс современников – это социально значимое мероприятие, которое нацелено на формирование образа успешного в своей деятельности человека. В своем выступлении Аким Караганды Нурланов-Бакиров подчеркнул роль конкурса «За Мандас» и поздравил всех присутствующих с праздником. В Караганде сложилась добрая традиция ежегодно к одним первого президента награждать тех, кто вложил немало усилий в развитие нашего города. Городской конкурс «За Мандас» в этом году проводится в юбилей 10-й раз. Тем самым он доказывает свою актуальность и состоятельность. За эти годы наш город, как и вся страна в целом, достигли многого в реализации государственной политики, повышения уровня и качества жизни казахстанцев. И все это в первую очередь благодаря самим людям. Заместитель Акима по социальным вопросам Ирина Любарская отмечает, конкурс «За Мандас» играет значительную роль в политике города. Ведь достижение жителей – это вклад в развитие нашего общего дома. И вот сегодня, в день первого президента, Караганда – это всегда была экономическая и политическая опора главы нашего государства. Мы увидим наших карагандинцев, которые на протяжении всех лет работают, вносят вклад и делают все возможное, чтобы наша Караганда стала красивее, уютнее и в целом Казахстан. Для гостей мероприятия выступали хореографический ансамбль «Куанаш» и дуэт «Ландар». Торжественная церемония награждения завершилась ярким выступлением известного исполнителя Марата Бекишева. «Куанаш» – гордость моя, Единский людей – сила моя. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Доступность государственных услуг – главный приоритет государства. Модернизация системы государственных органов создает комфортабельные условия для лиц с ограниченными возможностями. Электронный формат услуг устраняет барьеры, а социальная помощь упрощает жизнь. На очередном заседании межведомственной рабочей группы обсудили вопрос адаптации зданий. Глава государства непрестанно говорит о необходимости улучшения качества оказания государственных услуг. В связи с этим в январе текущего года была создана межведомственная рабочая группа по вопросам оказания государственных услуг при Департаменте агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области. Межведомственная рабочая группа нацелена на обеспечение качества и доступности государственных услуг. При Департаменте по Карагандинской области создана межведомственная рабочая группа, которая осуществляет контроль за деятельностью государственных органов, направленных на обеспечение государственных услуг. В рамках этого очередного заседания межведомственной рабочей группы было принято решение о том, чтобы модернизировать все эти государственные органы, которые оказывают государственные услуги населению, в рамках которого были выданы рекомендации по обеспечению прозрачности, доступности, ликвидации всех тех барьеров, которые имели место быть. В настоящий момент в Шахтинске проживает свыше двух тысяч людей с ограниченными возможностями. Для них созданы все условия для получения государственных услуг. Само здание оснащено пандусами и тактильными табличками, выполненными шрифтом Брайля. Все услуги предоставляются на первом этаже. Руководитель отдела занятости и социальных программ Розы Милятова заявляет, доступность объекта будет повышаться в ближайшем будущем. Но последние два года мы прорабатывали вопрос именно адаптации для слабовидящих и незрячих групп инвалидов. Тактильные плитки, пиктограммы со шрифтом Брайля. Это, ну, я считаю, что мы, конечно, не до конца еще доработали доступности объекта. На следующий год еще будем прорабатывать вопросы по адаптации данного объекта. Будем приобретать специальные шрифтом Брайля, пиктограммы, там, где не достают, мнемосхемы, маячики на двери, на входную группу, чтобы любой из маломобильных групп населения мог ориентироваться в данном здании. В свою очередь люди с повышенными потребностями отмечают. О них заботятся должным образом. Персонал всегда приветлив и дружелюбен. Благодаря социальной помощи многие люди получили шанс обеспечивать себя своими силами. Ян Магомадов прикован к инвалидному креслу с рождения. Сегодня он трудится программистом. По его словам, все это заслуга сотрудников отдела занятости и социальных программ. Хочу поблагодарить и сказать спасибо всем тем, кто оказывает услуги людям с ограниченными возможностями. На сегодняшний день имеются услуги индивидуального помощника. Это очень помогает людям в передвижении с ограниченными возможностями. И надеюсь, в дальнейшем эта команда станет больше, сильнее и услуги будут развиваться больше. Услуги индивидуального помощника, центр занятости отправил меня на курсы. Я пошел в курсы программного обеспечения, получил какой-то опыт. Нельзя не отметить, что государством делается многое для улучшения качества жизни людей с повышенными потребностями. Перечень услуг, предоставляемых в отделах занятости и социальных программ, включает и социальную помощь на дому для лиц, не имеющих возможности передвижения. По этой причине правительство делает упор на модернизацию системы оказания государственных услуг. Электронный формат позволит удовлетворять потребности граждан без длинных очередей и бумажной волокиты. Торжан Лянова, Ержан Алипов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Впервые в Караганде состоялся открытый чемпионат области среди сотрудников правоохранительных и специальных органов по пауэрлифтингу и народному жиму лёжа. Спортивные состязания были посвящены государственному празднику – Дню Президента. Инициаторами этих соревнований стали работники областной прокуратуры. 2 декабря в спортивном комплексе «Янбек» столкнулись на помосте более 40 спортсменов-тяжелоатлетов. Железо не любит спешки. Оно требует решительности и серьезной подготовки. Собравшихся приветствовал заместитель прокурора Карагандецкой области Нуркен Жанахметов. Это то, что вы сгруппировались вместе. Сотрудники прокуратуры, органов национальной безопасности, департамента по чрезвычайным ситуациям, департамента государственных служб, всех наших коллег, правоохранительных и специальных органов. Мы, конечно, должны быть не только здоровым духом, но и здоровым телом. Соревнования являются открытыми. К участию допускаются все сотрудники силовых ведомств из Карагандецкой области, имеющие соответствующую спортивно-техническую подготовку, прошедшие медосмотр. Отрадно, что вместе с отцами пришли и их сыновья и страстно поддерживали своих родных. Подобные соревнования – это не просто демонстрация мышц и силовых возможностей своего тела. Это прежде всего воспитание командного духа, снижение межведомственных барьеров и вообще это рождение нормального мужского братства, основанного на взаимовыручке и помощи товарищу. Вообще среди правоохранительных органов, конечно, очень развит футбол, волейбол, рукопашный бой. Ну, пауэрлифтинг – тяжелая атлетика, силовое троеборье. Как правило, все занимаются, и единоборцы, и дети, и возрастные. Поэтому, я думаю, он будет очень популярный среди всего населения в целом. Весовых категорий в первых открытых соревнованиях по пауэрлифтингу среди правоохранительных и специальных структур не было, а по возрасту спортсмены делились на две группы – до сорока и после сорока лет. Сегодняшнее спортивное мероприятие приурочено к государственным праздникам Дню первого президента. Это инициатива органов прокуратуры, где собрались сильнейшие сорок сотрудников всех правоохранительных и специальных органов. Мы хотим сделать эту традицию ежегодной. В соревнованиях по пауэрлифтингу отличился первый помощник прокурора области Руслан Абдрахманов. Когда в свои подходы к штанге остальные спортсмены просили 100-120 килограммов, Руслан уже со второго подхода взял вес в 180 килограммов и стал лидером соревнований, зафиксировав штангу в 200 килограммов. Народный жемлежа выиграл Берий Кахмеджанов, начальник управления правовой статистики области. Эти соревнования будут проводиться ежегодно, и, возможно, они перерастут в республиканские. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, первый карагандинский. Последние две игры домашней серии карагандинский хоккейный клуб Сарарка проиграл. 1 декабря в матче с Челябинским Челметом карагандинцы уступили со счетом 2-3. Победитель определился лишь после серии буллитов. А 3 декабря Сарарка проиграла Нижнетагильскому спутнику со счетом 1-2. Финальная шайба была заброшена в овертайме. Это именно тот случай, когда говорят, что хоккей непредсказуем, и даже откровенно слабая команда может победить лидера. Так и произошло на этот раз. Нижнетагильский спутник находится на 25-м месте турнирной таблицы, а карагандинская Сарарка расположилась на четвертом. Однако это не помешало бобрам взять реванш за свой сухой проигрыш в Нижнем Тагиле. Счет открыли карагандинцы. На пятой минуте защитник Сарарки Максим Иванов отправил шайбу в ворота гостей. К сожалению, эта шайба стала единственной. Под конец третьего периода хоккеисты спутника сравняли счет, а овертайм остался за гостями. 1-2 в пользу спутника. Наставник гостей заявил, что в Караганду они ехали только за победой, поскольку отступать было уже некуда. В общем-то, сегодня вступать-то было некуда и складывалось все, скажем так, в не нашу пользу. Ну, в конце третьего периода, скажем так, все с ног на голову перевезло. Ну, это опять же, благодаря терпению, старанию и везение. Вот здесь целый комплекс. Плохие два периода, плохо начали игру в эмоциональном плане. Не хватало эмоций, как-то думали, что обыграем и не отвоюем, да, не переборим соперника, только обыграем. В третий период складывался, изменили игру, то есть были эмоции, были моменты, к сожалению, не смогли их реализовать. Моментов было предостаточно, чтобы выиграть игру. И наш бич, последние две серии, это удаление, особенно удаление в конце игры, и это игровая дисциплина, то есть они сегодня не дали нам выиграть, то есть удаление в конце игры соперник реализовал большинство. Впереди у карагандинской дружины четыре игры на выезде, причем первые две в Санкт-Петербурге с лидерами чемпионата. 11 декабря с клубом «Сканева», а 13-го с командой «Динамо-Санкт-Петербург». Андрей Тайна, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Аман Солбокстер. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok